это экспозиция советский мотоспорт после войны значит представляете какое огромное количество техники разноплановой разношерстной все было ввезено обратно в страну соответственно значит мало кто задумывается кто были например первые военные мотоциклисты это были довоенные мотоспортсмены которые прямо вот они об этом рассказывали дедушка 2005 году сейчас они и значит соответственно огромное количество разноплановой техники было ввезено обратно сюда и продолжились соревнования но вы понимаете что если вы в одном классе и у вас двух танковый мотоцикл вот такой значит жестким задним колесом и вот такой сотка то выиграть у него ну никак физически не сможете поэтому сорок восемь году товарищ сталин было распоряжение распоряжение прекратить гоняться на импортной технике дал приказание на заводы советские значит разрабатывать советскую мото мототехнику и наши заводы такие как минский завод вновь созданный днепровский завод вновь созданный ураловский завод который оказался там вербите значит на урале он так и почему он там показался чтобы эвакуирован там мы остались жесткий завод муртии соответственно коровский завод значит начали разрабатывать и технику для спорта если до войны во всем мире пристыковалось такое отношение к мотоспорту на чем-то приехал на чем-то ездил по улице на том ты приехал заинвестрируется и гоняйся то вот с войны уже так сказать мотоспорт начал делиться на дисциплины на основные дисциплины такие как мотокросс на приеме мотокросс на одиночках мотокросс коляской шоссейные кольцевые гонки гонки по льду по гарриева и даже мотобол мотоцикл для игры в мяч знаете такой вид спорта но вот если вы в интернете наберете мотобол и вам покажем соревнования на что это похоже 5 мотоциклов слева и ворота 5 мотоциклов справа и ворон мяч 80 сантиметров диаметре вот такой и значит они гоняют на воротах стоит вратарь на мотоцикле на минуточку и вот перед вами настоящий мотобольный мотоцикл без крыш тестов не обходилось безусловно вот парни там рубились понимаешь гоняет мяч переключение передачи слева и справа потому что мяч у тебя слева то справа вратарь там мечется с мотоциклом и не может бросить мотоцикл он мечется с мотоциклом направо налево даже не заведен а эти рубятся даже не заводить соответственно вот для спидвея видите мотоцикл на 75 лошадиных сил на металлоле и у него нет тормозов у него нет тормозов и нет одной подножки у него всего лишь две передачи одной подножки нет потому что роль подножки выполняет нога водителя которая так его круто закладывает что подножка ему не нужно тормозов нет сцепления и насчета мотоцикл явно значит когда отечество закончилась мы успели дайте до середины берлина если вы знаете на встречу нам уже высадился второй фронт америка для того чтобы мы не могли весь мир завоевать и сделать его социалистическим они типа сыграли в союзников типа ребята стоп стоп все дальше уже мы все в порядке война закончена и мир был поделен на две части еще тегеранских конференций вместе с технологиями да вместе с технологиями все что значит они за американцы забрали значит вот эти все фауны ракетные вот эти все дела и смогли первыми забрести атомные бомбы благодаря захваченных немецких ученых которые они себе переправили ну а мы соответственно и вот наш социалистический лагерь он составил из таких стран как Болгария Югославия Румыния Венгрия Чехословакия ну еще что-то истинное вот и Чехия Чехия это прекрасное вообще моторостроение моторостроители они находятся в самом центре Европы это вообще очень славная фирма Ява например значит они делали фантастические вообще мотоциклы и поставляли в Советский Союз начинают простых дорожных до спортивных вот таких то есть в основном весь мотоспорт что касалось льда был вот на таких мотоциклах фирмы Ява а уже вот остальные мотоциклы делали разные фирмы вот например Минск видите что интересно что один рычаг тормоза видите через это колесико прокатывался трос который тормозил сразу два тормозных барабана ну да ризина стереоугольный спортивный когда ты закладываешь поворот площадь возрастала так он едет на серединке по прямой когда прикладывается то соответственно возрастает А Чезет это кто? Чехия? Дима, а Чезет, Чезет, это Чезет, это Чехия? Ну вот, Ява, Чезет же был еще, по-моему, да, Чезет? Нет? Слышь, панк, сплошная, сплошная шина, сплошная, или кусок резины, то есть это не надувается. Да, можно попробовать этот шип, чтобы понять вообще, что это. Серьезно, что это жестко. Такую ситуацию увидел, у нас в Байкальском рынке, как один, на Байкальском. Вот такая же, да? Ну не такая, это же современное новое течение, они хотят просто рекорд скорости побить по прямой, по льду. Но, представляете, как он режет лед, то есть там 2-3 заезда и такие каналы на льду, что их надо защищать, иначе там уже травмоопасно становится. Если не шипать, у нас, по-моему, там тоже есть уже современные мотоциклы с таким шипом тоже, на льду катаются. Ну вот эта Байкальская миля, это миля вот схода, значит, так сказать, аналогия американским соляным озерам, то есть наши ребята, которые, соответственно, там совсем другие моторы, другие мощности, другие требования, но без шипов там делать нечего. Самый молодой парнишка там в прошлом году участвовал, на мотоцикле. Правильно, раз от вас это не так далеко, да? Ну, конечно, далеко, мы уже в Бурятии. Далеко, да? Нет. А то, ладно, да, сколько километров? А в Байкальке там... 170 километров. Ну, известно. В Питере, значит, 140-150 километров. Эстония, Евросоюз. За час. За час. Да, да. Представляете себе. Вот, и вот ветераны мотоспорта, такие заслуженные люди, видите, какие медали, прямо ленту на полу лежат. И вот эти люди приезжали сюда за прошлом году, и также слушали мои экскурсии. Ветераны, да? То, что, нет, это все, мы этого не видели, вообще не видели. Я вообще в шоке от увиденного. Мы в жизни не видели. Вот эти люди, которые всю жизнь отдали мотоспорту, представляете себе. Ну, а я, конечно, слушал то, что они мне рассказывают про мотоспорт. Супер, все. Это очень интересно. Это легенда. Энадий Месеев, да, это трехкратный официальный чемпион, пятикратный неофициальный чемпион мира. Это единственный мотоспортсмен, который по мотокроссу, значит, стал чемпионом мира. Единственный во всем Советском Союзе. И он рассказывал, я с ним знаком был. Он спился и умер. И перед этим он говорит, я запросто могу, значит, сто раз присесть на одной ноге, на любой. И тысячу раз могу присесть вот сейчас. Представляете, вот, а комплекция, наши комплекции, подощавые, крепкие. Ну, просто так не стать чемпионером мира. Это надо тоже понимать. Представляете себе? Все легендарные люди. И когда, значит, деды, а они деды, уже там под 80 лет, приходят, ну, здравствуй всем, и как будто в тиски, значит, и руку. Ну, просто хватка такая, чтобы руль держать в руке, представляете? Так вот, это когда было еще, чтобы руке на слабуха была, видите? Сейчас штатные такие штуки, значит, на круизерах, которые по трассам не пасят. А это вот вам, пожалуйста. И вот, как раз вот М-72, вот тут нижнеплатный, после войны, значит, мы на стандартной ходовой сделали, как специалисты. Слеподобное плавание, так понятно дело, автомоты, понятно дело, скутера, понятно дело, парашютный спорт. Яснение, представляете себе, то есть государство тратило деньги на то, чтобы бесплатно таких мальчишек, как вы, значит, бесплатно обучают. Пожалуйста, приходи, записывайся, бери, вон там забор валяется, и давай, показывай себя, на что ты способен. Показал, значит, тогда результат покажу. Если результат, тогда получил новую такую технику, понимаете? Стимул был. Стимул, да, да, и все были в одинаковых условиях, и только те, кто оказался... Сильнее телом, и духом, значит, и технически грамотный, смог, так сказать, из стандартного грандулета, значит, сделать что-то слою нестандартное и победить в этих соревнованиях, понимаете, как это было. КОНЕЦ Продолжение следует...